Вот этот малёк у нас завезённый личинкой где-то в июне-июле месяце. Этот домашний пруд был мечтой жизни фермера Сергея Бубличенко. Несколько лет назад в огород, где бил родник, загнал трактор. Расчистил дно и запустил рыбу. Боялся, что она зимой не выживет, но результаты превзошли все ожидания. Даже в лютые морозы водоём не перемерзает, а форель чувствует себя отлично. Просто жить в таком месте рядом с водой, чтобы что-то не плескалось. Приятно, когда выходишь утречками, и рыбки плавают, как в аквариуме. Пока что это всё для удовольствия. Так люди приезжают посмотреть. Чтобы развести настоящее форелевое хозяйство, в тайге нужны серьёзные вложения. А пока у фермера на рыбный бизнес денег нет. Однако изысканный деликатес уже успели попробовать родные и близкие. Говорят, вкус у рыбы, выращенной в родниковой воде, особенный. Люди едут, говорят, совсем другой вкус. Совсем другой вкус. Потому что она дикая, во-первых. Она двигается. Мышцы у неё развиваются. То есть она постоянно в движении. За экспериментом фермера наблюдали и сельчане. Более того, земляки Сергея Бабличенко теперь могут сами ловить форель. Но уже из местной речки, что протекает по посёлку. Однажды у него форель уплыла в нашу большую речку. И вот уже три года мы периодически её ловим наравне с хариузом. Живёт у нас форель и в наших условиях. Сегодня фермер недалеко от посёлка строит домики для туристов. И уже весной планирует устраивать экскурсии к таёжному пруду. А на следующий год свой небольшой водоём намерен пополнить осетрами и стерлядкой. Ольга Максюшина, Станислав Берки. Новости.